Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Если честно, для меня было откровение лет пять назад, когда я сам понял, что такое там. То есть очень долго не мог понять, например, родители Иоанна, названные тоже в Новом Завете, они были непорочны в законе Елизавета и Захарии. То есть они были непорочны перед законом. И многие удивляются, что как это непорочный перед законом? Так что можно быть непорочным, то есть можно быть безгрешным. Можно быть... Как же мы тогда... Зачем тогда вера в Ишуа? Зачем оправдание? Если написано о них, что они были непорочны, Иоанна и Захария. Люди, говорят, непорочные в законе. То есть как так? Так что, значит, можно быть непорочным? Зачем тогда нам нужна жертва Мессии? Но по-настоящему слово действительности там обозначает некую цельность. Она не означает, что человек не грешит. В этом и большая разница. Но она обозначает, что человек живет перед Богом. Окей? Перед лицом Богом. По-латински обозначает корам Део. Это есть, кстати, название Института душепопечения, которое я предлагаю. Корам Део. Это по-гречески перед лицом Бога. То есть там обозначает цельного человека, которого сердце направлено на Бога. И мы сейчас это увидим. Интересно, Иоов 31.6. Если вы откроете. 31.6. 31.6. Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. То есть по-человечески можно сказать, слушай, он гордый или он самоправедный. Как это так? Кто? Как это он говорит? Вместо шупа сказать, да я грешник и так далее. Но Иоов говорит, он защищается. Его друзья его обвиняют. Говорят, признай свою вину. Ты согрешил. Они ему говорят, признай свою вину. Если мы читаем всю историю, да, вы можете перечитать книгу Иоова. Они постоянно ему все усиленно и усиленно говорят. Ты согрешил, и просто признайся, и Бог тебе все вернет. Ты согрешил, потому что где это видно, чтобы безгрешный так страдал. Почему эта книга о страдающем праведнике? Как это может быть? Они приходят, видят его страдания, видят то, что произошло. И они говорят, признай свои грехи, и Бог тебе вернет. А он говорит, я не согрешил, я безнепорочен. Он защищает свою непорочность, не свою безгрешность, потому что нет человека, рожденного на земле без греха. Но он говорит, я там, я действительно ходил перед лицом Бога. Это не обозначает, что человек не грешит, но это значит, что он, его сердечные намерения, это очень важно, они направлены на Бога. В сердце он направлен на Бога, в сердце он ищет Бога всем своим сердцем, всей своей душой. Он может иметь мелкие грехи. Опять же, нету человека не грешного. Он может в чем-то согрешать. Мы видим Иова в пылу страданий и так далее, он говорил даже на Бога, жаловался. То есть, но это не было, то есть, но его сердце было непорочно перед Богом. Он даже в том, что мы увидим, он говорил на Бога, он искал Бога, он не понимал Бога. Но его сердце было направлено на Бога, он пытался любить его всем сердцем, всей душой. Поэтому даже посмотрите, когда сатана приходит и лишает Иова всего, смотрите, что говорит 2 глава 10 стих. 2 глава 10 стих. Нет, извините, извините, где это? Вот. 2 глава 3 стих. «Искал Господь в сатане, обратил ли ты внимание твой на раба моего Иова, когда он уже лишился всех детей и всего имущества? Ибо нет такого, как он, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И смотрите, доселе тверд в своей непорочности». То есть, Бог подчеркивает, говорит, он еще тверд в своей непорочности. То есть, он живет перед моим лицом, он еще крепче стал. Он, скажем так, его чистота еще больше укрепилась, если можно так сказать. То есть, почему это важно, о чем мы говорим? То есть, мы сказали, опять же, помните, мы говорим, когда приходят люди, служители очень серьезные, и общаются с Иовом, ситуация непонятна. Они его обвиняют. Он говорит, они говорят правильные вещи, и мы не понимаем. Слушай, ну, наверное, он точно не прав. Или он самоправедный, или он действительно согрешил. Посмотрите, мы ничего не знаем. Мы не знаем о Небесном Совете ничего. Мы люди здесь. То есть, Бог приоткрыл нам небеса и показал. Мы видим человека. У него было все. В один день решился всего своего бизнеса, всего хозяйства, всех детей, и сидит больной. Приходят к ним служители, епископы, священники. И говорят, ну, мы сейчас поговорим о них, да, с любовью, но все-таки начинают ему говорить. Слушай, ну, признайся, ты согрешил. Ну, не может быть такого. Признайся, ты согрешил. Но не может быть, что Бог наказывает без греховного. Посмотри. Говорит, нет, говорит. Говорит, пусть взвесят. Говорит, я докажу. Пусть явится. На суду я явлюсь, как бы. Но я, говорит, но я не порочен. Но что я сделал? То есть, да будет этот день проклят. То есть, он говорит такие слова. Где же Бог? Почему? И так далее. То есть, ему больно, тяжело. Он не понимает Бога. Но мы понимаем, что в начале книги Бог очень четко и ясно говорит о его непорочности. То есть, Бог дает вердикт в начале книги. И теперь давайте после всего того, что… То есть, длинная книга, очень длинная. И люди, брат сказал, что даже не смог ее все прочитать от начала до конца. То есть, действительно, ты начинаешь читать, ты не понимаешь. Очень тяжело. Там на иврите очень тяжело этот текст. Ты начинаешь читать древнюю книгу, и одна из самых древних книг. На иврите очень тяжело. Там такие слова, которые тяжело ее читать. Там многое непонятно. Не понимаешь. Он говорит, они говорят. Он говорит, но есть пролог. В конце Бог приходит. Он что-то говорит серьезно Иову. Говорит, встань, муж. Говорит, припаяшь чресло и отвечай, если ты можешь. И он ему огромный список вопросов задает. Он говорит, ничего не отвечает ему, не объясняет ничего. Задает только лишь вопросы. Говорит, если ты такой, говорит, послушай, ответь мне. Ответь мне на это, ответь на это, ответь мне на это. Огромное количество вопросов о творении, о природе. Говорит, он пытается показать ему, насколько велик Господь. Насколько Иов не понимает его путей. То есть он не отвечает ни на какой вопрос о страданиях Иова. Вообще не отвечает. Он задает ему вопросы. И затем что-то происходит в последней главе. Давайте сейчас прочитаем последнюю главу. Потому что она дает нам тоже объяснение, что же было с Иовом. Здесь уже важно правильно интерпретировать это. Да. Давай читай громко. Последнюю. 42-ю главу. Я отвечал Иов Господь и сказал, зная, что ты все можешь, лишь на намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумеет. Так я говорил о том, чего не разумел, в делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушал, взывал я. Я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя объяснение. Я слышал о тебе слух и мух. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отвлекаюсь и раскаиваюсь страхи и петь. И было после того, как Господь сказал слова тебе Иову. Сказал Господь Трефазу Фиммонитянину. Горит грех мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь омностей. Отойдите к рабу моему Иову. Принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас. Ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Иолифа Фиммонитянин, Ибалдир и Сархиянин, и Сафар на Амитянин, и сделали так, как Господь повелел. И Господь принял ему свой Иов. И возвратил Господь потерю Иову, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову двое больше того, что он имел хлеб. И когда пришли к Ему все братья Его и все сестры Его, и все прежние знакомые, и ели с Ним хлеб вдвоем, и тужили с Ним, и утешали Его за все зло, которое Господь навел на него. И дали Ему каждый по кисидии и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча парволов и тысяча осленцев. И было у него семь сыновей и три дочери. И налег он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третий Керенгопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями. После того и он жил 140 лет, и видел в себе весь свой и сыновей сыновник до четвертого рода. И умер его в старости насыщенные дня. Давайте прочитаем из станицы 15, что происходит в конце книги. В провозглашенном здесь вердикте… Не записали? Серьезно? Пятый пункт. Пятый пункт. Пятый пункт, мы написали? Хорошо. Там не означает, что Иов… безгрешный да или что он иногда не совершал греховных поступков это в принципе сказал это означает что его сердце всегда перед богом кором дэо буквально означает перед лицом бога перед лицом бога другими словами это словосочетание можно выразить как сердце перед богом сердце перед богом опять же в чем разница сегодня можно так сказать что это слово там и состояние иова обозначает некое евангельское совершенство человека действительно ходящего в духе да человека действительно ходящего перед богом теперь человек может совершать грехи да он может ошибаться он может согрешать но у него нету некого греха который владеет им как идол вот так то есть можно сказать что есть то есть есть в случае с марией да мы видели что действительно есть у нее идолопоклоннические желания желание которое возвела на уровень идола да и это то что привело ее в общем так страданиям и и да то есть ее страдания были вызваны и и идолопоклонническими желаниями действительно там был грех идолопоклоннический до ситуации съем мы видим что он назван там он праведник он человек ходящий в духе то есть в ситуации с марией мы можем применить два дома и можем сказать смотри ее дом обрушился окей был шторм да муж отец люди сын да и думали как дома рушится посмотри на основание но там это человек на которого тоже обрушивается шторм и но его дом не падает он может трястись очень сильно да это естественно естественно что когда человек страдает его трясет ему плохо он может в во время скорби говорить какие-то опрометчивые слова да но это не есть слова да которые действительно это не есть просто какой-то грех который руководит им да это слова слабость немощи человеческой до боли страданий для то есть мы не можем схватить эти слова искать вот посмотри а что ж ты так говоришь да но внутри сердца да бог доволен этим человеком да то есть бог не смотрит на какие-то немощи человеческие но видит на глубоко что лежит в его сердце и в конце книги провозглашенном здесь вердикте и иов получает похвалу а его друзья унижены пока мы сами изучали доводы обоих сторон мы не могли определить кто из них прав в аргументах каждой стороны присутствовала некая доля истины и мы не могли отдать предпочтение одному из них тем более вынести решительный вердикт по поводу дела иова не рискуя ошибиться перед нами человек страдающий приходят на епископы служители кто прав как нам знать да действительно почему происходит и что мы ничего не знаем как как то есть небеса на мне открыты на этом и но здесь мы понимаем что бог сам дает нам в точности понять что происходит давайте заполним и иов раскаивается сразу после того как бог произнес самую длинную речь в библии самую длинную речь в библии бог показал и его насколько он велик и как его не под силу понять как этот мир управляем помните все три ну после на три главы до этого помните вопросы которые бог знал или вернуться к этим скажите честно или не очень помните да совершенно верно просто можно да где то да то есть начиная с 38 главы он господь отвечал и его из бури искал кто сей омрачающее проведение словами бессмысла припаясь средства свои как муж я буду спрашивать тебя где был ты когда полагал основание земли где ты был там и так далее так далее да то есть спрашивает много вопросов о природе и так бог показал заполняйте бог показал свою власть бог показал свою власть над всем творения по сравнению с полной ограниченностью человека ограниченностью человека понять многие процессы в природе ее сокрушается что ибо понимает что так плохо знал бога именно это очень важно сокрушается что понимает что так плохо знал бога и полагался на то что слышал но теперь видят бога как он есть ее в искренне раскаивается в необдуманных заявлениях о боге в необдуманных заявлениях о боге да это 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 другое чем грешить против бога да это другое чем нарушать его заповеди он не обдуманно он не знал бога как он есть на самом деле да сейчас мы увидим самое главное евреи теперь это очень очень важно после последняя глава по разному интерпретируется теперь очень важно когда он говорит слова раскаивается вот это еврейское слово раскаиваюсь на иврите звучит как лид на хэм или еврейское слово каяться да я каюсь он говорит я каюсь да там стоит на иврите слово на хам лид на хэм и имеет несколько значений не только сожалеть но также успокаивать себя и быть утешенным успокаивать себя и быть утешенным успокаивать себя и быть утешенным 42 говорит поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь теперь это может звучать как раскаивали а так вот он грешил там раскаивается но это значение может быть что он сожалеет что он успокаивает и хочет быть утешенным чем же он хочет быть утешенным и дальше таким образом смысл 42 6 6 стиха может выглядеть таким образом имея этот новый свет знания о тебе эти имея этот новый свет знания о тебе я отрекаясь от того что раньше говорил о тебе как о моем как вы думаете что о моем враге о моем враге пока это очень очень интересная важная мысль я отрекаюсь от того что раньше говорил о тех как о моем враге в действительности ты мой ты мой друг ты мой друг и хотя я до сих пор страдаю обратите внимание он раскаивается будучи в уже продолжая быть в страданиях он еще ничего не значит что боку он ничего еще не знает что бог возвратит ему что-то да ведь хотя я продолжая быть в страдании этим я успокаиваю смотрите и утешаю себя этим я успокаиваю и утешаю себя это 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 очень внимательно то есть это очень часто я очень люблю это толкование она очень глубокая имеет глубокий теологический практически смысл этим я успокаиваю и утешаю себя обратите внимание причина страдания оглашена на небесном совете, все еще неизвестно Иову, все еще неизвестно Иову, вы понимаете, если вы внимательно просто перечитайте потом книгу Иова, Иов постоянно высказывает слова в сторону Бога, и Иову кажется, что Бог его враг, он говорит, ты посылаешь стрелы в меня и убиваешь меня, ты мучаешь меня, лучше бы я не родился на свет, как это может быть, ты мой враг, ведь я общался с тобой, все было, и для Иова это то, что произошло, то, что некоторые верующие называют пустыня жизни, темная, темная ночь души, слышали такое, да, темная ночь души или пустыня, когда Бог сверхъестественно забирает от человека какое-то переживание Бога, то есть каждый человек в жизни может пройти некую пустыню, когда он чувствует сухость, нету присутствия Бога, он не переживает Бога, да, или темная ночь души, тебе плохо, тебе темно, нету объяснимых причин этого, и тебе кажется, что Бог в твой брак, и тебе кажется, что Бога нету, он забыл тебя, он оставил тебя, то, что Иешуа пережил на кресте, как будто бы Бога нету, это что-то, что Бог дает, это очень важно, и здесь, знаете, есть много харизматических учений, что, типа, как бы, что всегда душа должна быть радостной, если она не радостная, то это плохо, и Бог, и всегда, но правда в том, что я верю, каждый может оставаться, как бы, своем мнении, книга Иова, это часть Бога Дохновенного Писания, которая, это не ветхий завет, который, как бы, это книга, которая учит нас, да, учит тому, что праведник может находиться в страданиях, и физических, и не физических, да, он может какое-то время, ему может казаться, что Бог его враг, что Бог отошел к нему, и ему плохо, и он кричит, и говорит, Бог, где же ты, да, и в чем ее раскаивается, вот это очень важно, он говорит, боже мой, я-то думал, ты воюешь против меня, я думал, ты посылаешь стрелы против меня, и ты по какой-то причине стал твоим врагом, а ты, оказывается, оставался моим другом, ты, любящий отец, ты просто дисциплинировал меня, ты просто хотел что-то открыть мне еще больше и глубже, ты, оказывается, рядом, ты мне показал вообще, как ты всем управляешь, и показал, что твои мысли намного больше моих мыслей, говорит, то есть это не было, он, Бог не открылся, и сказал, вот, это не было каким-то осуждением, это было отцовским дисциплинированием для него, да, говорит, посмотри, я с тобой всегда рядом, поэтому Иова говорит, что я, говорит, теперь, он говорит, на иврите так и звучит, теперь я не отрекаюсь от даже, я отрекаюсь от того, что я думал о тебе, и что интересно, что вот, когда я услышал вот этот комментарий, я прочитал раввинистический комментарий, еврейский комментарий книги Йова, я был поражен, что евреи всегда так и толковали книгу Йова, то есть такое, то есть это и есть традиционное еврейское толкование, что Йов говорит, теперь говорит, ну, как бы, я в действительности понимаю, что ты мой друг, то есть и это успокаивает мою душу, смотрите, и в этом, и почему Йов там, почему он непорочный, Йов потерял все имущество, он потерял всех детей, он потерял все здоровье, скажите, он хоть раз упомянул это с сокрушением, где же мои дети, где же мое имущество, если мы читаем книгу Йову, как бы, мы не читаем, что он сокрушается об этих ценностях, эти вещи не были идолами в его жизни, о чем мы сокрушаемся, когда мы теряем имущество, здоровье, то есть мы сокрушаемся, то есть человек может, поэтому Сатана и сказал, он похулит тебя, он говорит, это его сокровище, это его ценность, этим он живет, вот забери на него и ты посмотришь, как он тебя похулит, но мы видим, что шторм обрушился на его дом, о чем же Йов сокрушался, вот это поразительно меня поражает, он сокрушался не о том, что он потерял, он сокрушался, послушайте, о том, что он не понимает Бога, и это нормально, и это Богу было угодно, он сокрушался о том, что Бог, ну кто же, то есть вот что значит там, сердце перед Богом, Господи, я тебя не понимаю, объясни, и это нормально, Боже, я ищу тебя, и не понимаю, да Коли, где ты, как ты, то есть Йов находится в процессе богоискания, он не понимает Бога, ты был рядом, и ты исчез, и это нормально, Богу это было угодно, он не сокрушался, он не о детях, не о имуществе, он жил перед Богом и не мог понять Бога, да, и это нормально, что он плакал, говорил Богу слова какие-то, но мы читаем Псалма, 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 сейчас говорит, Господи, да Коли, да где же ты, да что же ты, почему ты оставил наследие твое, когда ты придешь, где же ты, да, то есть Псалом Асафа, да, Господи, я почти что уже, говорит, позавидовал там этим, да, и так далее, это удивительное понимание книги Йова, оно очень важное, потому что показывает, что человек может страдать, глубоко страдать, не потому что у него есть какие-то идолы, а потому что Бог разговаривает с ним, что-то делает в его душе, но он не порочен, он не порочен, и Бог хочет очистить его, осветить еще больше его, да, провести его через долину смертной тени, если Псалом помните, его проходя долину, они находят в ней источники, источники покрывают ее, так, благословением, да, то есть, долину, да, да, то есть, находя, проходя пустыню, находят, нет, находят в ней источники, и покрывают ее благословение. Дальше, пятое, где у нас тут было, да, покаяние, слово первое, покаяние Йова другого рода, чем трех его друзей, покаяние Йова другого рода, чем трех его друзей, Господь приказал друзьям принести искупительную жертву, опять же, через раба мы его и Йова, то есть, опять же, он обращается к нему и продолжает называть его мой раб, и они должны были принести жертву, не он, он ничего не совершил греховного, они совершили греховное, и как мы сейчас посмотрим, оскорбляя праведника, и его душу еще более, принося ему боль, но он ни в чем не согрешил, хотя Бог ему выразил, поставил перед ним и сказал, посмотри, муж говорит, но это было дисциплинирование, это не было грех, и покаяние нужно было этим друзьям, поэтому Йов был назначен в этом случае, мы читаем, заступником-посредником, чьей молитвы было достаточно для их примирения с Богом, посмотрите, он говорит, ибо только его молитву я приму, насколько Йов был угоден Богу, при этом Господь не дал подобных указаний Йову, то есть принести ему жертву, и примириться с ним через назначенного посредника, то есть им нужно было принести жертву, которая указывает на их грех, он же был там, он был чистый, и ему не нужно было приносить жертву, то есть показывает его сердце перед Богом, таким образом в данном контексте слово «нахам» не означает покаяние во грехе, здесь идет речь о чем-то совершенно другом, речь идет о совершенно чем-то другом. резюме, резюме, оказалось, что трое друзей совершили серьезную, или очень серьезную ошибку в душе попечения, очень серьезную ошибку в душе попечения, очень серьезную ошибку. Иов не был грешником и идолопоклонником, как они думали. теперь, как вы думаете, почему они ошиблись? Что они должны были сделать? спасибо, вы теперь понимаете. Какие правильные вопросы они могли спросить Иова? Например, они пришли к нему, они видят, что он плачет, сокрушается, ему плохо, он действительно плачет. Что случилось? Почему ты плачешь? От чего ты сокрушаешься? Какая причина твоего плача? Какая причина, что ты так говоришь, твоей скорби? Совершенно верно. Какая причина скорби? Что в сердце, да, это такой общий вопрос может быть, но идея, да, какая причина твоей скорби? Что тебе больше всего сейчас мучает? Что тебе больше всего болит? А что, да, что больше всего приносит тебе боль? Что ты думаешь? В принципе, он им показал, что он думает о Боге. То есть, таким образом, они могли бы понять, что его скорбь не о чем-то сотворенном. Если бы он был грешником, то он бы скорбел о потере чего-то сотворенного. О чем твоя скорбь? О том, что все, я имею имущество, я бедный, я несчастный, да, как же так Бог меня оставил без имущества, и как же я теперь дальше буду? Как же я остался без детей? Как же может быть? Как же, да? То есть, это бы вскрыло могло его сердце. показать, вот, то есть, Бог навел шторм, и если это было его сокровищем, его ценностью, он бы об этом плакал, и об этом бы сокрушался, да? Но он не говорит об этом, да? Ему было больно, ему было плохо, но он говорил о другом, он говорит, и он говорит, я действительно непорочен. Поэтому друзья не задавали его в правильных вопросах, совершенно верно, чтобы увидеть его сердце и понять, что он был непорочен, да, он был там. Самое главное, через эту ошибку, друзья, причинили Иову огромную боль, огромную боль, огромную боль, за которую им надо было просить прощения и приносить жертву. То есть, насколько, вы понимаете себе, насколько книга Иова важная для душепопечения. То есть, это история человека, к которому приходят люди и служители и наносят ему огромную боль, которую Бог не собирался наносить. Он приготовил для него испытания, серьезнейшее испытание. Он хотел очистить его, он хотел еще больше приблизить и открыть ему себя, да? как мы видим, он хотел вообще через это загнать в ловушку сатану, и он и таки загнал его в ловушку. То есть, Бог хотел явить свою славу на Иове. Знаете, когда я размышляю над Иовом, я, ну, представляете, я думаю, Иов ничего не понимает, книга Иова, то есть, если бы Иов знал, сегодня миллиарды людей читают про эту личность, да? То есть, представляете, какие бы, то есть, когда он находится в страданиях, он не понимает, для чего он страдает. Все. Это ужас. Когда мы страдаем, нам плохо, мы не понимаем, мы в центре этого, господи, зачем, ну, и Бог не может объяснить, но, представляете, миллиарды людей в чьем истории читали книгу Иова и получали утешение из него. Представляете, сколько благословения пришло из страдания Иова? Ну, вообще, миллионы людей, как из Авраама говорит, я сделаю тебя отцом всех народов, то есть, и он муж веры, то есть, на которого все смотрят сейчас, ну, это не история, миллиарда людей, да? Так и Иов, да? Представляете, ее сейчас свидетель на небесах, потому что написано, что они свидетели, да? Насколько, как написано, временные страдания не стоят по сравнению с той славой, то есть, его подвиг, вера Иова, вдохновляет и утешает, миллиарда людей, которые, как бы, читают эту книгу, но в тот момент, действительно, он не понимал, и это к ним я утешает, когда я страдаю, когда я не понимаю, говорю, ну, Господь говорит, что-то произошло в небесном совете, что-то Бог делает, да, со мною, да? Я понимаю, что если это не грех, то Бог что-то проводит меня, я понимаю, что я увижу его славу, и уже книга Иова написана, уже дано, уже пришел в Мессия, уже, уже мы имеем намного больше, чем имела Иов, имел, не имел миссии, еще не знал, который он говорит, я ожидаю, да, и знаю, искупитель мой жив, там, да, и еще не имел, вообще, какого откровения он имел, еще Торы не было дано, вы представляете? Эта книга была написана между, он жил между Авраамом и Моисеем, да, то есть у него вообще, познания Бога вообще были ограничены, да, и при всем при этом, он, он жил такое, то есть он совершил такой подвиг веры, поэтому это удивительная, скажем так, книга в утешении страдающим праведникам, то есть те, кто действительно страдают, проходят темноту души, проходят некоторую пустыню, и могут утешить тем, что Бог не есть, вот это очень важно, что ее видел, думал, ну как же ты мой враг, ты против меня, ну как по-другому не может быть, все так выглядит, да, все, все против меня идет, но в этом он раскаялся, что Бог, вот это суть, Бог не враг, оказывается, он друг, он друг, он друг, хотя я не чувствую, не понимаю, не вижу этого сейчас, давайте сейчас, наверное, выйдем на перерыв, и ты, ну как же, в принципе, ну как бы, ну как бы, Продолжение следует...